Оплатить долг за коммуналку в Киеве можно по частям. Как это сделать? Жители Киева, которые накопили долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность оплачивать такую задолженность по частям. Об этом сообщает Новости Украина, со ссылкой на пресс-службу коммунального концерна, Центр коммунального сервиса ЦКС. Как оплатить долг за коммунальные услуги по частям? Киевляне, накопившие долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги могут оплачивать задолженность по частям. Для этого нужно заключить договор реструктуризации, рассрочки, задолженности. Это обезопасит потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени, а также позволит потребителю оформить жилищную субсидию, пояснили в ЦКС. Уточняется, что за 9 месяцев текущего года киевляне, пользуясь такой возможностью, заключили 934 соответствующих договора. Из них 593 за услуги по поставке горячей воды и тепловой энергии. ЦКС организовывает работу сервисных центров по обслуживанию потребителей, инфографика, CKS, Ком, Юэй. Как заключить договор реструктуризации задолженности? Заключить договор по реструктуризации, рассрочке, задолженности для оплаты долга по частям можно, в одном из районных сервисных центров ЦКС, удаленно, без посещения сервисного центра лично, с помощью электронной цифровой подписи, ЭЦП. Для заключения такого договора необходимо подать заявление, подлинники и копии следующих документов. Паспорт или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра. Карта налогоплательщика РНОКПН, ИНН, не предоставляется владельцам ID-карты в случае наличия ИНН, в указанном документе. Документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением, квартиры и выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности. Доверенность представителя и его паспорт, если договор будет заключать представитель собственника. Больше информации о реструктуризации долга можно найти на официальном ТКС в разделе «Боржникам». Новый отопительный сезон. Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновления инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ. Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановления, поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры. Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне ПВО. Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается. Читайте также, кто из украинцев и как именно сможет получить деньги на дрова и уголь в рамках дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительный период.